Решение одной из главных городских проблем под контролем. Нехватку мест в детских садах городские власти намерены решить сразу несколькими способами. С начала этого года в Красноярске сдали три детских сада, вскоре планируют достроить еще семь. Наш корреспондент Артем Артышов расскажет, что еще делается для того, чтобы красноярские дети без проблем получали места в дошкольных учреждениях. Работа на стройплощадке детского сада идет ударными темпами. Подрядчик рассказывает, что бетон не поставили в срок, поэтому приходится наверстывать, но обещают сдать объект вовремя. В свою очередь Красноярская администрация объяснение принимает, но ход работ контролирует. Это специальная лестница, по ним только лишь в экстренной ситуации люди будут выкрываться, поэтому делать их дорогими никакого смысла не вижу. Это позволит уменьшить стоимость объекта на миллион рублей. При этом общая стоимость детского сада 135 миллионов. Он типовой, как и еще четыре, которые сдадут до конца года в микрорайоне Покровский. Такой подход строительства по единому проекту позволит, по мнению специалистов, быстрее решить проблему с детскими садами в Красноярске. Вот этот детский сад на 135 мест планируется сдать к декабрю. Работа ведется в авральном режиме. И чтобы успеть в срок, подрядчик вынужден будет выводить дополнительные резервы. Сейчас на строительной площадке трудится порядка 55 человек, но уже в октябре здесь будет работать около 110. Деньги, которые идут на строительство детских садов, выделяются из городского и краевого бюджетов. Помогает и федеральный центр. Та масштабная программа, которая реализуется сейчас, четыре строящихся детских сада и пятый детский сад, который реконструируется, она была бы невозможна без помощи федерального бюджета. Мы в этом году получаем почти 700 миллионов рублей на финансирование вот этих строек. В будущем году планируется построить еще 13 детских садов. На эти цели Москва выделяет полтора миллиарда рублей. Кроме того, строительство не единственная мера для сокращения очередей в дошкольные образовательные учреждения. Так, из федерального бюджета уже выделено 200 миллионов на приобретение объектов, которые будут использоваться как муниципальные детские сады. Для каждой молодой мамы важно выйти на работу и определить ребенка в детский сад. Поэтому, естественно, что она стоит и она является очень эмоциональной, эта проблема. Поэтому, естественно, что одна из важнейших. Нынешние темпы строительства и контроль главы города позволяют надеяться, что вопрос нехватки мест в детские сады будет снят к 2016 году. Артем Мартышов, Станислав Смирнов, 7 канал, Новости 24.